Раньше Украина эксплуатировала образ страны жертвы, на которую напали. Теперь автоматически эта страна агрессор, она напала на территорию Российской Федерации. Да, это не шутка. Пропагандисты заявили, что Украина страна агрессор, потому что она вероломно напала на мирную Россию в Курской области. Война это все-таки, да, не только военные действия, это еще и соглашения между сторонами. Украина в очередной раз нарушила эти соглашения, продемонстрируя, что она недоговороспособная страна. Международные соглашения там нет. Совершенно верно. И она автоматически обратилась в страну агрессора. Ну, вы знаете, книжки можно написать об этом. Вот реально. И надеюсь, что они будут написаны. Это очередной российский неонацист Красовский, который в октябре 22-го года, будучи топ-менеджером Russia Today, получая зарплату из бюджета РФ, заявлял, что украинских детей надо топить и жечь. Вот прям топить этих детей, топить. Прям в тесыне. И вот прям в эту с моряковую хату забивать и жечь. Так вот, он не поменял своего мнения. А еще два таких же рашиста одобрительно ржут во весь голос, слушая эту мерзость. Я же не сказал, что надо их убивать. Хотя я сказал, что надо топить и жечь. Да, было такое. У меня есть отношение с тех пор к украинским детям? Нет. Хорошо. Я... Антон, Антон. Напомним, что следственный комитет Бастрыкина тогда в ответ на запрос муниципального депутата Евгения Ступина сообщил, что не нашел состава преступления в призывах Красовского топить и сжигать украинских детей. Но нацисты в Украине. Смотрите, не перепутайте. Вы говорите, Гитлера нет уже столько лет, да? 80 лет. Значит, но дело его живет. И это лишь одно из сотен видео, которые сейчас можно найти в российских социальных сетях школы. Одна за другой публикуют видеоотчеты, как поздравляют аннексированные Россией части украинских регионов. Запорожскую, Кирсонскую, Луганскую и Донецкую области. Сегодня исполняется два года, как Владимир Путин подписал так называемые документы о вхождении в состав России новых субъектов. Издание агентства выяснило, что в российские школы, техникумы и колледжи поступили методички, в которых настоятельно рекомендуют провести праздничные мероприятия в честь так называемого воссоединения. Например, заставить детей нарисовать рисунки по теме или записать видеопоздравления. Подобные разнарядки получили учебное заведение на полуострове Крым, которое Россия аннексировала больше 10 лет назад. Только в соцсети ВКонтакте журналисты агентства насчитали почти 800 отчетов о проведении мероприятий и около 200 видеопоздравлений. Кто со стихами, а кто под песней «Шамана» – школа аэропорту перед властями об успешном выполненном заказе. Ну и это еще не все. Для студентов по власти выпустили новый учебник по основам российской государственности. Этот предмет с прошлого года преподают в российских вузах. Так вот, в исторической первой части учебника аннексия Крыма и других украинских областей называется возвращением части нелегитимно отторгнутой когда-то территории России. Также в учебнике утверждается, что Запорожская, Херсонская, Донецкая и Луганская области Украины полностью обошли в состав России. Хотя даже через два года после так называемого воссоединения Россия до сих пор не контролирует эти регионы полностью. А еще в книге называют, цитата, «величайшей геополитической катастрофой 21 века распад Советского Союза». Соавтором учебника является глава управления президента России по вопросам мониторинга и анализа соцпроцессов Александр Харичев. Книга состоит из пяти частей. От истории до будущего России. Там можно найти все нынешние нарративы Кремля от традиционных ценностей до так называемых врагов извне. К примеру, открывшуюся в начале 90-х в стране первый Макдональдс в книге называют попыткой привязать россиянам чужую культуру. Тренд на переписывание истории в России далеко не новый. Так называемые правильные учебники российские власти подготовили и для детей на аннексированных территориях Украины. При этом украинские учебники российские чиновники называют пропагандой нацизма. По сути дела, украинцы создали фейковую историю для своих детей. Фейковую историю. Отказавшись от многовековых корней. Российские чиновники, историки и педагоги обсуждают украинские школьные учебники. В Москву их привезли с оккупированных территорий. Они впечатлились настолько, что решили отдать в музей. И вот эти учебники как раз лучшие доказательства откровенно русофобской, нацистской политики киевского режима. Мы эти артефакты забираем себе и будем использовать в экспозиции. А вместо украинских учебников на оккупированной территории завезли и российские. Такие ребята, сегодня наша школа вновь открывает свои гостеприимные двери. Начинается новый старт, новым знанием. И этот старт будет совершенно другим. Мы с вами вошли в образовательное пространство российской эпидемации. Это мир знаний, который вам подарят наши учителя. На линейке теперь попы, военные и депутаты Госдумы наставляют детей на путь истинный. Изучать историю своей малой родины для того, чтобы знать историю Великой России, это тоже будут делать учителя. После российской оккупации частей областей Украины сотни тысяч украинских школьников перешли на образовательную программу России. По данным газеты «Ведомости», в оккупированных частях Запорожской, Херсонской областей и Донбасса более 300 тысяч детей учатся по российским учебникам. Та же директриса луганской школы Андрох восприняла эти перемены с большим энтузиазмом. В этом году российский Кабмин утвердил новую стратегию государственной культурной политики до 2030 года. Про оккупированные территории там есть отдельно. Цитирую. Важной задачей станет полноценная интеграция новых регионов страны в российское культурно-гуманитарное пространство. То есть разрушение культурно-гуманитарного пространства Украины и насаждение российского. Мы все рожденные в СССР, как мы говорим. Мы один народ. И надо вернуть право детям знать об этом. Нужно сделать там очень многое. И вчера Пушилин об этом сказал. Чтобы произошло отчеловечивание страны. Украина без русского писателя Пушкина и советского космонавта Гагарина показалась российским чиновником русофобской. Теперь у украинских детей будут новые герои. В школе им будут рассказывать о пророссийских боевиках Захарченко, Мотороле, Гиви, Джоги и других, как о гордости и славе Донбасса. Это из учебника по истории родного края, так называемый ДНР, за 11 класс. Он будто написан по эфирам российских выпусков новостей и транслирует все тезисы пропаганды. Украина якобы довела Донбасс до упадка и кризиса. Американцы устроили Майдан против легитимной власти руками радикальных националистов. Народ Донбасса, сопротивляясь фашизму, провозгласил так называемые ДНР и ЛНР. Потом защищался от террора ВСУ. Я все еще цитирую учебник. Ни слова нет вообще про то, что есть такое понятие, как Великая Отечественная война. Здесь важно пояснить, что в 2015 году Украина отказалась от советского термина Великая Отечественная война. И с тех пор в украинских учебниках употребляется общемировой термин Вторая мировая, которая началась в том числе и для многих украинских городов в 1939 году, а не в 1941. Мы пытаемся детей знакомить с джерелами, с разными джерелами, с разными точками зору, чтобы дети понимали, как формировалась история Украины, и что на самом деле вся политика России упродолжье многих столетов была спрямована на то, чтобы снищить нашу идентичность, снищить нашу державность, нашу нацию, наш народ. В Украине нет единого учебника истории, их много. Но построены они вокруг идеи независимости, а это отмечают сами авторы. Одна из их задач – избавление от нарративов Советского Союза и России. Украину не придумал Ленин, а украинцы – не младшие братья россиян. Учебники в том числе рассказывают о преступлениях советской власти против украинского народа. Давайте також згадаємо про політику лінгоциду, яку здійснювала російська імперія щодо України. І про це ми говоримо. Це, безумовно, советська тоталітарна політика щодо знищення цілої плеяди української інтелігенції у 30-х роках. Це голодомори в Україні тощо. Тобто, безумовно, ми все це висвітлюємо в наших підручниках. Це історичною правдою, власне, і ми формуємо національну історію України. І, вочевидь, саме це російська пропаганда називає те, що ми сіємо ненависть між українським та російськими народами. Насправді, вони намагаються повернути нас до складу імперії. Ми всіляко чинимо опір, власне, відроджуючи історичну справедливість.